Многие огородники, выращивая растения, обращают внимание на нехватку азота, фосфора, калия. Да, это макроэлементы, они растениям нужны в самом большом объеме, но магний стоит на четвертом месте. И иногда огородники просто не обращают на него внимания. Хотя его значение для любого растения, как плодовых, так и овощных, так и декоративных, просто огромно. Без магния растение не будет зеленым, потому что магний является центральным атомом молекулы хлорофила. Что это значит? Если растение будет испытывать дефицит магния, то оно не будет образовать хлорофил. Соответственно, солнечный свет, который приходит на листья растения, не будет преобразовываться с помощью процесса фотосинтеза в хлорофил. Не будут накапливаться в растении пластические, либо их называют органические вещества. С помощью которых у нас, собственно, и происходит развитие растений. Наливаются в том числе плоды, нарастает листостеблевая масса. То есть, друзья, если коротко говорить, будет растение ощущать дефицит магния, либо магния вообще не будет, растение перестает развиваться. Вот настолько велико значение магния для любого растения, которое имеет зеленый цвет. Ну, а у нас, собственно, большинство, если не сказать все растения, именно зеленого цвета, которые мы с вами выращиваем. Друзья, что делать в таком случае и почему растениям может не хватать магния? Все очень просто. В почве магний в некоторых количествах есть, но магний, который находится в почве, часто является антагонистом с другими элементами, которые тоже находятся в почве. С фосфором, например, а на начальном этапе выращивания растений мы иногда проводим фосфор, содержащий подкормки. Все, растение начинает брать фосфор, но оно уже не берет магний. И магний, который там остался в почве, он становится для растений просто труднодоступным. Потом, выращивая растения, мы начинаем проводить калийные подкормки для налива плодов. И, соответственно, калий, являясь антагонистом магния, то же самое заходит в первую очередь, магний остается в почве. Растение желтеет и часто можно заметить на поздних этапах выращивания томатов, как листья на них закручиваются в трубочку. Друзья, это один из признаков нехватки магния в растении. Но там множество признаков и бронзовые листья, и пожелтение растений, и даже плохо развитая корневая система на растениях, это тоже нехватка магния. Друзья, вот такой парадокс, что встречаясь с калием либо фосфором в почве, магний становится для растений труднодоступным. Но встречаясь с этими же элементами в растении, они очень-очень хорошо взаимодействуют и, наоборот, активнее начинает нарастать корневая система у растений и активнее начинает проявляться плодоношение. То есть более интенсивно начинается процесс налива плодов. Если, опять же, мы вносим фосфор и калий через корень, а магний вносим через лист. Поэтому я бы рекомендовал, друзья, если вы не уверены, что у вас в почве не произойдет вот этого конфликта, то проводить магниевые обработки. По листу множество магний, содержащих препаратов, есть на рынке. Я могу рассказать за тот, которым мы пользуемся на протяжении последних трех лет. И результатом, в принципе, довольны, друзья. Это калофермин магния. Магний в этом препарате в легкодоступной форме. И хорошо усваивается через лист. Он легко проходит и быстро начинает взаимодействовать. Результат можно увидеть через 7-10 дней. Растение становится более зеленым. Многие огуречники используют этот препарат для того, чтобы плоды зеленцы были насыщены зеленого цвета. Чтобы они были изумрудно-зеленого цвета. И вообще растения, которые полностью обеспечены магнием, они становятся более зелеными. Более зелеными, хотя за зелень растения отвечает не только магний, а также азот, также железо и серо, друзья. Но на четвертом, точнее, один из четырех элементов, который за зеленый цвет растения отвечает, это магний.